приветствую на канале а смотри плей мы играем сибирь первая загрузка игры где мы а мы вот здесь да давайте попробуем запустить пояс запустить заправить или как правильно так я тут где-то обитал уже поле сзади то ли спереди и есть вот у механизм так давай крутим так это чё так это чё это завод механизма что или что да какой-то видимо зовут механизма мы его завели или что-то в этом роде так давай куда-то вот сюда и гибели заходим чё-то чё за музыку то напевать очень страстные очень жгучие это опять я да я как раз тебе позвонить хотела зачем ну да окей ты сердишься я только что звонил в твою контору там сказали что тебя на этой неделе не будет не обязательно разговор просто личная жизнь данная участница так давай заходим надо так если я не ошибаюсь вот это эти полочки похоже сделаны для чего-то ценного для чего-то ценного у нас только слон остался больше у нас ничего не осмотрите косу ну да так все ладно идем разговаривал с этим автоматом оскар это опять я здравствуйте кейт уолкер так почему мы не отправляемся оскар я должен следовать инструкции ваш билет пожалуйста ой да без проблем подожди так это вырезка из газеты вот доверенность да держи свое идиотское разрешение оскар отлично кейт уолкер благодарю вас ну что оскар здра давай почему мне это я должен следовать инстру пожалуйста уме ну вот теперь все в порядке можем отправляться мне очень стыдно подобное невежество с моей стороны просто недопустимо надеюсь вы все еще доверяете моим навыкам машиниста кейт уолкер прошу вас займите свое место и мы отправимся ну наконец то где я должен займите место там кровать какая-то есть посмотрите конец само все сделалось само а дальше поехали без чемодана а а а а а а а а и а а а это блин там кровать есть только спишь то все дне если а учитывая как едем мы далеко уже уехали хочу везде тогда оставьте доставки есть чтобы все стрелки покрутить или чего заводной механизм так пойдем где мы оскар это территория баракштадтского университета нам обязательно здесь останавливаться сложившаяся ситуация несовместима с целью нашей поездки так чего же ты ждешь заведите дурацкие пружины придумай что-нибудь здесь должна быть какая-нибудь машина чтобы заводить поезда я не видел ничего что соответствовало бы описанию данного механизма кейт уолкер тогда нам стоит его поискать так мне не нравится эта станция атмосферная влажность в данном регионе губительно для моих деталей я подожду вас в поезде мне придется идти куда-то оскаре до встречи все давай мы уходим выходим что у нас есть так куда мы можем идти сюда в не сможем эти не а у подождите куда-то мы пришли так и туда и туда можем идти ладно пока пойдем прямо посмотрим может перелезем день в другом месте пока будем идти смотреть я где буду даже тебя не видно вот что-нибудь есть нет вроде ничего не это вот опять таки посмотрите кто-то есть здравствуйте вы на поезде приехали я смотрю да из владелены давненько оттуда поезда не приходили студентов возили нет я путешествую одна почти одна помню пока не начался кризис студентов сюда со всего свет возили зоология ботаника палеонтология все такое это был знаменитый университет а что теперь это не так теперь скажете тоже теперь вы знаете где мне найти приспособление чтобы завести пружины в поезде но не на станции это уж точно я бы знал будь у нас такая штука так вы этого надолго здесь остается нет не знаю точнее один два дня побудут понимаете мне надо пружины завести чтобы ехать дальше понимаете если вы тут надолго останетесь у меня могут быть неприятности поезд должен сделать остановку а потом ехать дальше как правило сказано а потом ваша машина птица распугивает может вы мне поможете твоему быстрее найдем чем завести пружину мисс вы уж извините но мне нужно следовать правилам моя задача присматривать за станции и я не хочу получить нагоняя от от университетского начальства понимаете тут вообще песок вода какой-то круиз у тебя я тут похоже немного заблудилась вы не могли бы мне помочь да все что угодно мисс вы только скажите вот и говорю а имя ганс фуральберг вам случайно ни о чем не говори а вы что думаете я буду запоминать всех кто здесь останавливается так ну это понятно мне не хотелось бы вас подводить но мой поезд нужно завести поезд на пружину в первый раз такое вижу да это не слишком удобно знаете я всегда мечтал стать машинистом но теперь я уже старова для такой работы к тому же кто-то ведь должен присматривать за птицами верно ты со своими птицами здесь столько птиц просто поразить у нас тут непростая станция мисс здесь содержится часть коллекции местного орнитологического общества под этой крышей побывали птицы со всех концов света и я здесь не только присматриваю за станции но и забочусь об этих удивительных созданий это не так просто скажу я вам а знаете что самое сложное самое сложное это сохранить в этом мирке равновесие вот например не так давно к нам привезли пару амерзонских кукушек не было печали что называется что это была неудачная идея кошмарно вы же знаете кукушки подкладывают свои яйца в чужие гнезда а когда кукушата вылупляются они выкидывают из гнезд другие яйца чтобы родители кормили только и омерзительные твари да понимаю хитрые птицы и что их никак нельзя остановить понимаете факультет объявил этих тварей охраняемым видом если бы не наш механический язды они бы истребили всех птиц в два счета у вас тут есть автомат просто чудо техники ездит под крышей на рельсах и собирает яйца этих паразитов только он не работает уже несколько лет а сам я собирать яйца не могу а почему да я туда не залезу просто пару месяцев назад я оттуда упал до сих пор спина болит про головокружение я уж не говорю стоит только глянуть вверх как сразу глазах темнеет сочувствую нелегко вам живется эти яйца и это самое мерзкое они теперь есть в каждом гнезде ректор и скорость похватиться да поздно будет точно починить не буду вам больше надоедать добро пожаловать в барак штат мисс какая-то штука взять все такое крюк какой-то крюк вода в воду я не могу пойти так это она толпы так здесь вроде бы дают ничего такого нету выяснили про орнитологию что птица что завести этот штуку надо так тут вроде ничего нету да у нас тоже были дать первой часть вот первой части в первом городе таки так что у нас здесь куда и иди сейчас влево пойдем поскольку и влево сейчас уже вправо посмотрим вот он есть посмотрите как какая-то дверь только больше ничего здесь нет уже станция такая петербург или ямская заслали из назад понятно написано какой-то по-английски написано вот здесь вроде тоже нет нет ничего а не смотрите-ка ага давай-ка сюда так здесь что-то надо ремонтировать да у меня кода нет ключ ключа у меня нет нет крюк не подходит понятно будем искать ключ дверь закрыта так ладно пока я вроде здесь ничего такого не вижу что могло бы вам понадобиться или пригодится где-то я вот здесь вот еще видео ну открываешь нет все закрыто хорошо значит мы как-то неправильно маленько идем надо искать правильно ну там там все я не знаю выхода а посмотрите логима бредом пакет причем вам же не дало ноги мамонта торчат возможно нам туда надо будет потом блин ну пальцем в экран ключу думаете что вам показываю ладно так белка какая-то давай сначала сюда пойдем тут что-то есть нет пришли сюда что нам здесь сделать дверь надо открыть сначала это уже и так знаю мне туда не все выпадем обратно сюда ну я что-то не вижу блин не шпел ладно посмотрим здесь что давай пробеги ага птицы ну хрена конечно их поймаю опять же блин нет не мой там не на лестницу и не попасть да все понятно мне надо на лестницу чинить робота до кукушек этих еще долго это кукушки надеюсь или кто да пошла ты на хрен блин уже выходи давай отсюда ой нервы мы испытываем надо посмотреть надо посмотреть потом что с вами сделать конечно мне где-то наверх робота будет легче а давайте посмотрим что у нас на правой стороне что у нас там есть есть так идем-идем вот она там улетела чуть это не улетели мы куда-то мы куда-то куда-то идем подождите и вообще по идее машинист должен все это дело знать он же меня сюда привел смотрите с левой стороны вот мамонты я говорю надо как-то туда выйти а как туда выйти давай беги эта машина похожа на заводник во владелине нужно найти способ пригнать сюда поезд блин так сюда я не могу пойти а смысл если я не могу сюда пойти ладно давай туда пойдем посмотрим что за механизм сначала во владелине такс прибыли куда мы не можем да пойти а где-то что-то чего-то блин а вообще как в будку тоже не зайти давай беги блин понятно тут нету ни хрена но у меня кстати тоже ни хрена нету так если там мамонте давайте я им своего мамонта покажу кому-нибудь у меня тоже есть мама мамонты к мамонту да и за каким-то хреном мало ли вдруг он пригодится сейчас сейчас мы наберем всякой хрени потому что это инструмент как у этого у хитмана да хоп хоп Ну и вообще-то я к тебе и собирался бежать, только в этот вагон, ну ладно, слона отдай, тут мамонта не увлекает, потому что я его обменяю и нас дотащу, хотя мне игрушку надо, по идее, я не знаю, мне надо до этого довести, разговаривай. Да, Оскар, в чём дело? Для вас пришло сообщение. Сообщение? Вас приглашают в ректорат, ректоры являются высшей инстанцией в университете, они хотят поговорить с вами. Поговорить со мной? Да, с лицом ответственным за поезд. А ответственная стала быть я, так? Ну зачем я им понадобилась? Они не назвали причину, только подчеркнули важность встречи. Хорошо, подожди. Дай-ка я соберу инструменты. О, смотрите-ка, могу взять. Это мне сейчас не нужно. Сейчас не нужно, а когда тебе нужно будет... У меня крюк только остался, я... Не знаю, куда мне его... Куда мне его деть? А-а-а-а, подождите! Крюк! Может мне этим крюком подтаскивать его куда? Блин, вот здесь я сколько и не пытался, тут я ничего не нашёл. Вот, чемодан, кстати. Мне не нужен лишний грудь. Я так и не знаю, там очень молода, что ли? Ведь я за ними не приходил. А раньше вот там вроде как и не было. Так, ладно, идём в университет. Университет у нас находится где-то там... За закрытыми дверями только где. Ну-ка, давай-ка сюда. Ты ни хрена меня продинамивай, это я такой крюк бежал. Тварь! Ну-ка, лезь обратно. Вот ты меня и обрадовала. Вот ты, молодец! Да... А, вот смотрите, вот... Сейчас, подождите, курсор появится. Посмотрите, лестницы есть. Точно, точно. Мне туда надо лезть только с каким-то инструментом, что ли. Так, подождите, не-не-не-не, сюда. Раз вас пригласили, единственный ворот это были вон там. Давай. Надеюсь, они... А, вот смотрите, открыты. Я думал, надо будет искать влево-вправо там тыкаться-мыкаться. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Так, куда пойдем? Так, там забор, забор... А, нет, подождите. Ну, вроде, что-то есть. Какая-то оранжерея. Надо только не забыть, откуда я появился. Да вы что, издеваете, что ли? Так, ладно. Ага. Давай. Блин. Значит, с другой стороны тоже, наверно, вход будет. Да? Такая же подстава. Ну, давай посмотрим. Я буду просто вахту и... да. А, смотрите, лестница какая-то еще. Там не было лестницы, тут есть. Давай, иди. Спасательный круг. Не берет. А, ну, правильно, у меня даже значка-то не было. Эй, там на борту. Немец. Мой муж говорит, добрый день, леди. Вы хотите говорить с нами? Немца. Меня зовут Кейт Уолтер. Я юрист. И я отвечаю за этот поезд. Мне эта ситуация в новинку, если честно. Юрист? Хорошая работа. И много денег. Много? Нет, не слишком много. Впрочем, я не жалуюсь, бывает хуже. Юристы всегда, брат, много денег. Мы не могли бы сменить тему. Я бы не хотела обсуждать этот вопрос. Так, задача. Вы из Баракштата? Может, вы меня затянете? Так вы вроде меня, перелетные птицы. Я здесь застряла из-за поезда. Что он сказал? Поезд капут. Вам не повезло. У меня проблемы с поездом. Он вроде как сломался, а мне позарез нужно убрать его со станции. Вы не могли бы отбуксировать его до стены? Шлюз закрыт. Баржа заперты. А если шлюзы откроются, вы мне поможете? Поркино. Мармони вордацверка. А, это можно. Мой муж говорит, мы помогать, если выдать деньги. Хорошо, сколько? Чи кванте? Он хотеть сто пятьдесят долларов. Сто пятьдесят? У меня столько нет. Нет деньги, нет баржа. Семьдесят пять. Нет, сто двадцать пять. И речи быть не может. Сто долларов и ни цента больше. Хорошо. Баржа за сто. Отлично. Тогда подождите, пожалуйста. Я постараюсь вернуться как можно скорее и с деньгами. Так, всё. Не слишком любезно с вашей стороны пользоваться моим положением. Мы могли бы оказывать друг другу услуги, даром, просто по дружбе. Что вы сказали? Мой муж говорит, нужно деньги, чтобы жить. Сто долларов – это немного для такой леди. Ты такой леди? Вам-то почём знать? Вам, наверное, понравилось бы путешествовать. Вы бывали в Нью-Йорке? Мы не понимать. Я ищу одного чудака, который, кажется, живёт в Сибири. Сибирь, представляете? Вы там бывали, наверное? В Сибирь? Нет. Очень холодно. Баржа не ледокол. Надеюсь, мой поезд не слишком велик для вашей баржи. Всё окей. Мотор-мод – это класса. Мой муж говорит, всё хорошо. Сильный мотор. Я хочу сказать, мы ведь не так уж далеко от заводника. Глупо, верно? Столько усилий ради нескольких ярдов. Положить поезд на баржа? Нет. Нет возможности. Вы ещё не видели местную станцию? Там так красиво, столько птиц. Мэй, ты мой гир, я. Ха-ха. Я бед презир. Мы не ходить с лодка. У мой муж береговая болезнь. Что ж, тогда я пойду. Прости. До свидания. О, хоть я это сказал, блин. Ладно. Тут вроде ничего нету, да? Нет, нечего взять. Так, ну ладно. О чём-то договорились, что-то взяли. Так, как я понимаю, пульт это, наверное, открывает баржу. Ой, баржу. Шлюз. Давай. Тут ничего нету на лавочках? Нету ничего. Так. Давай, давай. Слоны, мамонты. Цаблезубые тигры. Так, у меня что тут на лавочках нету ничего. Тут кто-то музыкальный оркестр должен играть. Давай. Заходим. Так, вот музыкальный оркестр должен играть. Обходим. И что-то мы нашли. Эта штуковина застрял. Ага, надо что-то положить сюда. Понятненько всё. Так, здесь больше ничего нету. Всё, выходим. Да пошевеливайся. Я там видел, вон, вон. Мент стоит. Давай у него спросим, порасспросим. Здравствуйте. Привет, крошка. Потусуемся? А ты клёво выглядишь. Люблю такие большие, круглые... Глаза. Ты за кого себя принимаешь? А ты с характером. Люблю таких. Согласен. Стоит завалиться куда-нибудь, познакомиться поближе. Не припомню, чтоб я такое предлагала. Да ладно, кончай выпендриваться. Я же знаю, тебе понравится. Слушай, сопляк, шёл бы ты домой к мамочке, пока на неприятности не нарвался. Так, понятненько. Так, туда не уходим. Там тоже делать нечего. Можете мне потом понадобишься. Скотина. Так, куда мне пойти-то, блин. Так, так, так. К кому обратиться? К роботу обратно, так смысла не вижу. А-а-а! Это что такое? Стоят мамонты. Ну давай посмотрим на мамонта. Костя не могу взять, нет? Нет. Подожди. Ну-ка спустись на минутку. Влево-вправо можем идти? Можем. Так, мы зашли, давай сюда. Поговорим. Давай наливай, поговорим. Извините, пожалуйста. Простите, можно вас отвлечь? Я не глухой, знаете ли. Мне неудобно вас беспокоить, но... Этой молодой особи, мамутус примигениус, около сорока тысяч лет. Потрясающе, не правда ли? Э-э, да, пожалуй. Что значит пожалуй? Ну, я не знаю. Не знаете, значит, не знаете. Понятно. Так чем я могу быть вам полезен, деточка? Так, давай... Честно говоря, я не очень разбираюсь в мамонтах, да и вообще я здесь не учусь. Я юрист. Ну что ж, у каждого свои недостатки. Тем не менее, должен вам заметить, что плейстоцен это исключительно интересный период. Рекомендую. Да, я вам верю. Но, к сожалению, дело, которое я сейчас веду, не оставляет мне времени для других занятий. Может быть, когда-нибудь... Все так говорят. Ах, да, разрешите представиться. Корнелю Спонс, заслуженный профессор Боргстадского университета. Не без гордости отмечу, что руковожу здесь кафедрой палеозологии. Да. Кейтолкер, рада познакомиться. Да, я бы сходил просто послушать даже лекцию. Вообще-то я тут не по своей воле остановилась, но этот университет просто потрясающий. Да, здесь великолепная традиция преподавания. Здесь хранится масса знаний, понимаете, своя культура. Лично я всегда работал только здесь, но... Меня вообще-то сюда вызвал ректорат. Понимаю, вы, наверное, что-то напутали при подаче документов. Нет, я сюда не учиться приехала. Я веду важное дело о наследстве, ищу наследника, понимаете? Ага, и вы надеетесь найти его здесь? Я не уверена, понимаете, мой поезд сломался как раз на этой станции. Да. В этом случае, деточка, вы просто обязаны посетить одну из моих лекций. Вам известно, что такое отряд Проба Сидиа? Проба что, простите? Вот видите, в вашем образовании есть пробелы. Так, помощь. Я здесь, похоже, слегка заблудилась. Вы не могли бы мне... Дитя мое, вы выбрали крайне неподходящий момент. Я должен срочно подготовить лекцию. Лекцию о мамонтах? И да, и нет. Знаете, если быть точным, лекция будет о миграции мамонтов. Прошу прощения, мне надо сосредоточиться. Так, меня отшили, так, ладно. Честно говоря, я ищу мистера Ганса Форальберга. Это единственный наследник одной... Сибирь? Сибирь. Что повторить? Ну, вы сейчас назвали имя... Человека, которого вы и ищете. Да. Форальберг. Ганс Форальберг. Вы его знаете? Ганс Форальберг. Да! Ну, как же я могу его забыть? Это потрясающий человек. Гениальный изобретатель. К тому же мы оба увлекаемся мамонтами. И это увлечение нас очень сблизило, да. Если бы не мамонты, я бы, честно говоря, вряд ли сошелся бы с таким чудаком, как Ганс. Мы тогда еще были студентами. Ну, назовем это так. У Ганса был специальный допуск на лекции по палеонтологии. Понимаете, вступительные экзамены он был сдать не в состоянии. Зато он выполнял кое-какую работу для университета. Очень похоже, что мы говорим об одном и том же человеке. Я не уверен, дитя мое. Ганс всегда был очень далек от деловых и финансовых вопросов. Представить его владельцем фабрики для меня просто невозможно. Вы не могли бы рассказать о нем немного? Что, что, какая мошка? А, да, я не дослышу. Да, Ганс всегда был для меня загадкой. Он мало говорил, а когда ему что-то говорили, казалось, что он просто не понимал половины. Ганс выражал свои идеи с помощью своих невообразимых механизмов. Знаете, должен признать, его изобретение по достоинству оценили в университете. Впрочем, пару раз нам все же удалось поговорить всерьез, да. Ганс рассказывал о мамонтах, знаете ли, он питал к ним какой-то странный интерес. Да, и о какой-то кукле, которая его очень занимала. А вот, смотрите, кукла. А кукле? Это вот тот, который я хотел взять. Да, 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 он постоянно о мне и говорил. Знаете, как-то раз он даже описал мне ее, это что-то вроде детской игрушки. Маленький мамонт с наездником. Вроде бы Ганс нашел эту игрушку в какой-то пещере, недалеко от дома. Он рассказывал очень путан и очень волновался, но... Что вы говорите? Да. Но меня его слова чрезвычайно заинтересовали. Почему? Да, да. Ну, детка, насколько мне известно, на фигурке мамонтов с наездниками изготовляла только одно племя — юколы. Обитают они далеко в Сибири, и подобные куклы считаются в них священными. Как такая фигурка могла попасть с северных границ Сибири в пещеру? По Альпах уму непостижимо. Я до сих пор не могу этого понять, мило. Думаете, Ганс Фуральберг все это придумал? Вы же сами говорили, что у него были проблемы умственного характера. Нет, нет, это невозможно. Ганс просто не мог выдумать подобную историю. Знаете ли, эти куклы — часть легенды. Они почитаются юколами как величайшая святыня. Он описал мне фигурку до малейших деталей. Знаете, Сибирь ведь до сих пор остается для палеонтологов терро-инкогнито. Вы понимаете по-латыни, нет? Ну, неважно. Деньги, поезд. Мне так понравилось в Бракштадте. Никогда еще не видел такой необычной станции. Что вы говорите? А, да. Так вы приехали в поезде? Конечно. Да, на заводном поезде, у которого регулярно кончается завод. Вы хотите сказать, что сами водите поезд? Да, современные молодые леди не перестают меня поражать. А что такого-то? Нет, нет, я не машинист. Поезд ведет автомат. Простите, все это звучит так нелепо, я понимаю. Да, да, заводной поезд, который ведет автомат. Да. Знаете, знавал я когда-то человека, который мог такое спроектировать. Это он создал оркестр на главной площади. Да, он, пожалуй, мог бы придумать и такую вот игрушку. Да. Это был, знаете, потрясающий человек, просто гений. И при этом почти что ребенок. Что вы говорите? Да. Такое впечатление, что его умственное и физическое развитие застопорилось где-то на уровне лет десяти. Представляете? Да. Да, думаю, я могла бы в такое поверить. По крайней мере, я уже начинаю верить. Походу, я знаю, что мне надо сделать. Еще по ней мелодию забрать, раз там оркестр. А вот голос, голос, кстати, пират, кто-нибудь. Остров сокровищ, вот мультик, если смотреть советский. Там этот капитан, который... Ах, да! Мне это все не нравится. Вот это. Так, ну давай, птицы. Мой поезд остановился в очень странном месте. Там множество птиц самых разных. А, да. Понимаете, я далек от орнитологии. Однако должен отметить, что местная станция – это гордость университетом. Задумывалась она для образовательных нужд. Но потом к нам стали поступать птицы со всего света. Здесь есть довольно редкие образцы, и все они прекрасно прижились. Прекрасно прижились. Какие, например? Ну, знаете, мне тут говорили об одной птице с необычными повадками. Позвольте-ка. Омерзалская кукушка. Да, точно. Омерзалская кукушка. Вот и все ее необычность. Омерзунская? А что такое Омерзун? Где это? Ну, простите, дитя мое, но знать все человек просто физически не может. Настоящие знания приобретаются путем узкой специализации. А почему бы вам не заглянуть в библиотеку? Большое спасибо. Так, ладно. Поезд, деньги. Че, блин, я уж не помню, че я тыкал только что так. Профессор, ну, как бы это сказать. Понимаете, когда я сюда ехала, я не думала, что мне понадобится много денег. А тут, в общем, мне нужны деньги. Я понимаю, что это наглость с моей стороны, но не могли бы вы мне помочь? Дорогая моя, вы знаете, я с радостью бы, но, увы, моего заработка едва хватает на мои собственные скудные нужды. Простите, пожалуйста, я не хотела. Да ладно. Ну, впрочем, пример Ганса показывает, что некоторые вознаграждения можно получить, оказав университет кое-какие услуги. Впрочем, этим ведрит ректорат не я. Так, ладно. Ну что ж, не буду вам больше... Как вы говорите? А, нет, 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 нисколько, дедушка, нисколько. Так, это мы куда идем? Куда-то дальше? Закрыто. Безполезно. Ладно. Так, нет, 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 нет. Так, ладно, зайдем в библиотеку. Блин, мне что же, что? А, мне надо заставить и что-то крутиться. Подожди, стой. Куда? Вот сюда. Это я куда попадаю? Игорь, да! О, а, библиотека, смотрите-ка. Так, ну давай, для начала спустимся. Так. Блин, тело, когда тут... Тут... Поговорить можно, да, с ним? Ну давай поговорим. Простите. Извините. Нет. Не слишком любезный ответ. Тише. На случай, если вы не заметили, тут запрещается шуметь. Пазла. Так, ладно. Мне... Сказали заглянуть в библиотеку. Так, а зачем мне тут заглянуть, что тут есть? У тебя есть что-нибудь? Ни хрена, у тебя нет, у тебя есть что-нибудь? Ни хрена. Это чего? Ну-ка. Так, надо не забыть, с какой стороны я зашел, а то потом. Так. Амерзон. Экспозиции заметки. Так, ну давай. О, а мне как раз по ней надо. Красный, так, кукушки. Это под вид обычный. Так. Самочки. Блин, что за... Кто писал-то? Каллиграфический такой. Так. Будучи классическим обитателем американских джунглей, является самым ярким, окрашенным. Так. Так. Это, понятно, среда обитания и пища. Красные кукушки населяют наиболее изолированные, так, и гусы, так. Лесов на верхних ярусах тропического леса, так. Так, прекрасная возможность увидеть этих птиц, так. Сочные вины... А, сочные вины-ягоды. Очень нравятся кукушкам. И являются основной пищей этих птиц. Бывает, что от большого количества съеденных плодов птицы приходят в состояние близкое к опьянению, становятся после этого легкой добычей для хищников. Есть самому и быть съеденным другим. Таков неумолимый закон природы. Блин. Так, мне что так накормить, значит, надо так размножение, так. Как и другие разновидности, красные, так. Такое поразить, так, своего потомства на других пернатых. Ну, это понятно. Это, как обычно, кукушка. Так, ладно. Самка кукушки обследует свою территорию. Так, для того, чтобы отложить собственную яйцо, она выжидает момент, когда хозяев отлучатся. Так, отложив свое яйцо, так, ну, это мы знаем, чаще всего птенец появляется на свет раньше своих сводных братьев и сестер. Вылупившись, птенец инстинктивно выбрасывает из гнезда оставшиеся яйца. Молодой кукушонок быстро растет, падал такой. Иногда его приемные родители вынуждены садиться на спину голодному птенцу, чтобы покормить его. Так, даже лицо кукушки значительно превосходит яйца хозяйчик. Хватка по размерам, она напоминает его краской, пусть не абсолютно точной, но вполне достаточной, чтобы быть принятым большинством видов пернатых. Так, любовь кукушек к винограду, опять виноград, могла бы быть в скором времени оказаться губительной для вида. Опять виноград, так, он на берегах, выросший виноград на берегах, амерзоны сильно сократили, так, популяцию красных кукушек. Так, объявили растительную войну этим птицам, так, есть основания, так. Красные кукушки сравнительно неплохо размножаются в неволе и являются одной из жемчужин орнитологической коллекции. Так, тем не менее ученые, так, склонность этого вида, так, благоприятствующих более редким видам в связи с этим руководством, вот так, это мы знаем, контроля рождаемости, чтобы сохранить баланс в созданной искусственной среде. Так, лесной виноград, савиньон, так, опять, вот точно, точно надо чем-то их кормить, потому что... Нет? Ничего? Нет. В наши дни дикий лесной виноград, так, большая редкость, количество растений резко сократилось с результатом эпидемии. Так, в Европе разведением этого вида успешно занимаются исследователи с кафедры, ботаники, а все-таки, значит, он есть здесь. Потому что, вот, написано, что он здесь, работы... Ага. Ладно. Давай пойдем сюда. Тут фонарь какой-то зажечь его, что ли, как-то надо. У меня спичек точно нет. Так, тут у нас чего есть? А чего у нас здесь нету? Блин. Даже не знаю. О, иди сюда. А и туда можно. Где-то что-то мой? Не туда. Ну, ладно. Смотрим, может, здесь чего-то где-то как-то... Давай. На лестницу. Ползи. А, значит, на лестнице тоже есть, потому что она бы туда не поползла бы в таком случае. Так, а что мне надо? Так, иллюстрировано. Так, растений и грибов. А, это про виноград, наверное, да, мне тут или про грибы, или про что? Англокола. Англокола представляет собой гриб, лишенный ножки. Так, и имеет плотную структуру. А зачем мне гриб? Представитель семейства так. Так. Хотя молодой гриб-то по структуре напоминает древесину, имеет выраженный запах. Так, тем не менее, коренные жители берегов Амазонки этим грибом исключительно ценят амазонки. Так. Вкусно древесины в губке пожилов так понятно. Англокола содержит особый фермент, присущий только данным развития грибов. Это вещество способно значительно улучшать зрение, придавая ему сверхъестественную остроту. Индейцы из Верховьев Амазона, Амирзона. Открыли этот эффект уже несколько веков назад. Понятно. Короче, как морковка, только экстракт, да, лучше там. Его эффект проявляется сразу же и приводит к существенному улучшению зрения. Так. Поражать прячется так. Значит, что у нас? Что, что, что? Так, все. Одна книга была. А, так я так мог, да, сделать? Давай вот сюда пойди, посмотрим, можем здесь что-нибудь мы взять. Есть ли что-нибудь на столах? Ну, я как понимаю, здесь на столах, потому что книжки очень далеко, чтобы там вообще нахрен не было вот так вот. Это бред какой-то был бы. Так. Все, уходим. Так, мне надо как-то еще... Ладно, смотрим. Даже не знаю, так. Ну, давайте поговорим, с кем тут еще. Эй, эй, вот так-то вы меня приглашали. А, смотрите-ка, зашел. Ну. Давай. Добрый день, джентльмены. Здравствуйте, юная леди. Чему обязан удовольствие? Опять этот голос. Пожалуйста, покажите. У нас не так много времени. Сериала «Кухня». Нам, ректорам университета, приходится решать множество важных вопросов. Вот, кстати, справа-то ты... Я слышала, что вы хотите видеть владельца поезда. Можно узнать, зачем? Мы крайне удивлены, что ваш поезд до сих пор не уехал, мисс. Ситуация крайне прискорбная. В правилах ясно указано, что поезда должны делать краткие остановки и ехать дальше. Оставаться на станции так долго запрещено. Поезда должны останавливаться, а потом ехать дальше. Таковы правила. Таким образом, мы приходим к соглашению, что в данном случае мы имеем дело с девиантным поведением. С каким? И это не может нас не беспокоить. Понимаете, это заводной поезд. Его нужно завести заново. А на станции, к сожалению, нет для этого оборудования. Заводной поезд? Что за нелепость? Необычное явление. Вы хотите сказать, что это нечто вроде механической игрушки? Да. Ваш поезд мешает нам, мисс. Я очень надеюсь, что мне удастся найти нужную машину у стены. У стены? Мисс, это не самое подходящее для вас место. Особенно для такой юной леди. Видите ли, мисс, мы должны признать, что каждый день воздаем хвалу Господу за существование этой стены. Именно ей мы обязаны целостностью нашего университета и качеством образования. Она защищает нас от нападения извне и от страха перед неизвестностью. Защити нас, Господь, от того, что скрывается за этой стеной. Поверьте, мисс, там очень опасно. Да я верю, верю, каждому зверю. У меня нет выбора, я должна ехать дальше. Это бесспорно верное решение. И оно соответствует правилам. В этом случае ваш поезд, бесспорно, может ехать дальше и прекратить нарушать покой на станции. Так, задача. Видите ли, я вообще-то не собиралась здесь останавливаться. Просто у пружин кончился завод. Не собирались? Вы хотите сказать, что вы не студентка? Да нет, конечно. Вы опоздали к началу с семестрами. Зачисление на этот год уже закончено. Но как ректора университета, то есть высшей инстанции в этом городе, мы могли бы сделать для вас исключение. Да не надо, сейчас я под стол не полезу. Вы не поняли. Я юрист из Нью-Йорка. Точнее, из Владилена. Мои клиенты хотят купить там старую фабрику механических игрушек. Но ее владелица умерла, а наследник, говорят, живет где-то в Сибири. Мне нужно найти его и подписать соглашение. Невероятно. Это очень необычная история. В жизни не слыхал подобной чепухи. На случай, если вы передумаете, у нас превосходный юридический факультет. Ой. Не могли бы вы мне помочь? Мисс, ваша настойчивость граничит с неделикатностью. Мы все-таки не только вами занимаемся. У нас есть другие дела. Если вам не трудно, не дергайте нас больше попустим. Хорошо. Деньги, деньги, деньги. Дайте мне деньги. Я нашла матросов, которые согласились отбуксировать поезд со станции. Но у меня нет денег, чтобы им заплатить. Не могли бы вы одолжить немного? Как это интересно. Кобесно. Вот она. Или готовый директор. Материал поведет. Я могла бы заработать эти деньги. Это должно быть. Сразу же, ага, знали, что. Да, конечно, конечно, конечно. Прошу прощения, мисс. Нам нужно обсудить один важный вопрос. Конечно. Совершенно верно. По этому вопросу нам необходимо срочно прийти к соглашению. Надеюсь, вас не затруднит немного подождать. Да нет. Ну, конечно. А почему бы нет? Если мы при этом и от поезда избавимся. По-моему, прекрасная идея. Так что же вы решили, джентльмены? Хм. Вы уже, должно быть, видели великолепный механический оркестр, который украшает главную площадь университета. Да-да. Уникальный образчик механической игрушки, который, к сожалению, перестал действовать. Мы все хорошо помним его прекрасной мелодии. Мы предлагаем вам определенное вознаграждение, если вы сможете его восстановить. С удовольствием. А что нужно делать? К сожалению, дитя мое, а время и ржавчина сделали свое черное дело. В наших автоматах больше нет пружин. Ха-ха-ха. Вам придется немного поразмыслить над этой задачкой. Честно говоря, в Баракштадте есть немало сложных механизмов, но, к сожалению, инструкции к ним утрачивают. Тем не менее, ваш поезд — это такое чудо техники, что вам такие автоматы вряд ли в диковинку. Мы рассчитываем на вас, мисс. Надеюсь, я оправдаю ваше доверие. Ну что ж, коллеги, вот еще одна проблема с плеч долой. Так, ладно. Что-то мы заговорили. Уже? Господи. Благодарим вас за визит, мисс. Спасибо вам, джентльмены. Так, ладно, любезность бросили, давай. Пошли. Нам надо где-то виноград доставать. А виноград? Ну давай у птичника спросим. У орнитолога кто? Орнитолог, да? Правда, вот нахрена? Так. Нахрена, правда, этот мамонт нужен. Так, сюда. Нет, не заходит. Сюда. Нет, не заходит. Ну там, кстати, еще он. Штука такая висит. Ладно. Потом я к тебе приду. Мне сначала надо поговорить по поводу винограда. Там какие-то птицы были. Так, и заставить еще вот эту штуку работать. Так, кто это? Алло. Ну, нашли вы этого наследника? А, это вы, мистер Марсон? Добрый день, сэр. Как поживаете? Я буду поживать в сто раз лучше, когда вы покончите с этим делом и подпишите контракт. Где вы, черт подери? Я в Баракштадте. Барак как? Что вы там забыли? Это старинный университетский городок. Похоже, Гансфор Альберг был здесь проездом несколько лет назад. Если сейчас его там нет, то нечего вам там прохлаждаться. Я понимаю, сэр, но есть все основания полагать, что Гансфор Альберг еще жив. Я пытаюсь собрать сведения о нем от тех, кто его знал. Куда вы едете дальше? Пока не знаю, сэр. Да вы хоть что-нибудь вообще знаете, Кейт? Мне нужно еще немного времени, мистер Марсон. Вот как раз времени у вас и нет. Держите меня в курсе. Ой, какой-то идиот начальник. Как в жизни прямо. Мне так же. Не повезло в свое время. Начальники идиота тоже попадались. Мамонты, посмотрите, какие красивые. Так, начальник у нас, где у нас? Надо еще, кстати, эти забрать. Да, может, надо перейти. Давай-давай-давай. Заберем. Мамонты, музыкальные эти штуки. Сюда. Давай быстрее. Заходь. Ну, давай-давай. В дверь. Так. Подожди мне, не до тебя. А, берем. Я знаю, кому ее показать. Кто ее восхищался. Так, здесь у нас. А если мне опять... Берем валики. Это какой валик? С музыкой, надеюсь. А зачем ты вставляешь-то его? Ну да, а этот с музыкой. Вот этот мне валик нужен. Просто музыканты, вот он и. Отдам его. Давай-давай, бери. Кошмар. Хотя своего рода таращит такие пластинки были. Да. А сейчас это всего лишь кусок железа. С попурышками. Только не относи обратно. Ну, зачем? Ладно, хрен с тобой. Я пытался. Давай. Так, с тобой пока не о чем говорить. Все равно ты не знаешь ни хрена про виноград. Так. Грязь, слякоть. Это что за... Как кошельки. Вперед. Давай, смелей. Там он песок ждет тебя. И водоем. Давай. Зиноград. Можно мне вас... Я могу вам чем-нибудь... Сивеньон. Сивеньон, наверное, вот оно и есть. Не подскажете, где здесь найти лесной сивеньон? Нигде. Не водится он тут. И вообще я в первый раз о нем слышу. Поезжайте на Амерзон там и ищите себе эту птичью отраву. Знаете, что для человека, который в первый раз слышит об этом растении, вы, пожалуй, многовато о нем знаете. Спалился он. Амерзон, Перу, Папуанова и Грине. Для меня это все едино. Извините, мне пора. Подождите. Похоже, он что-то недоговаривает. Короче, он что-то не сказал. Так он ушел куда-то. Виноград бы мне хоть оставил. Ладно, пойдем, все, кто-то поезжал. Мне сюда. Блин, куда он убежал-то? Ты чего убежал-то, Олей? Простите, что отрываю, но мне опять нужно... Вы что, не видите? Если честно, не вижу. Что? А, ну так я занят. Ужасно занят. Ну ладно, пара минут у меня есть. Что там у вас? Да савиньон же, товарищ май. Я тут ищу такие маленькие сочные ягоды. Не подскажете, где мне их найти? Слушайте вы, на станции нет никакого савиньона, тем более листового. Да, забавно. А мне как раз лесной савиньон и нужен? Эээ, савиньон, малина, смородина, я в них не разбираюсь. И здесь ничего такого не растет. А вот вы знаете, я тут прочитала одну интересную книгу, так там написано, что савиньон выращивают как раз здесь, в знаменитом баракштадтском птичнике. Ну да. Но, если в книжке написано, неужели вы верите всему, что пишут в книжках? Не знаю почему, но мне кажется, что вы меня обманываете. Это еще почему? Слушайте, я в глаза не видел вашего дурацкого винограда. Идите, спросите у своего профессора, как там его у понца. Но это же вы начальник станции. Вы тут должны все знать. А мне никто ничего не рассказывает. И ничего я не знаю. Идите к своему любителю древности, а меня оставьте в покое. А вот и пойдем. Не буду вам больше... Добро пожаловать. После таких разговоров навряд ли ты мне денег дашь. Так что, ты минишь, ты падла. Ну, плетит. Ну, давай, давай. Ты тоже не стоит столбов. А беги. Ну, что ж. Сейчас добежим. Да, наверное, все на этом. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Да. Я их читаю. Прислушиваюсь. Ну, а сейчас давайте войдем и закончим на сегодня. Шевели батонами. Раз, два, три, четыре. Ну, все. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.